Приветствую вас гости и постоянные зрители Warplanes History. Этот выпуск снова посвящен американскому истребителю F-16, на этот раз его модификации MLU, которая успела нашуметь во всех новостных заголовках в прошлом году. Почему успела нашуметь? Потому что именно F-16 MLU будет в скором времени поступать на вооружение ВВС Украины. И, естественно, об этой модификации истребителя F-16 мы будем слышать в этом году в новостных заголовках. Пресекая потенциально намечающийся срач в комментариях, обращаю ваше внимание на то, что это чисто технический выпуск, в котором мы поговорим о предыстории выбора именно этой машины в качестве замены нынешним самолетом в составе ВВС Украины и конкретно о технических характеристиках истребителя. Аналитики в части боевого применения F-16 MLU в качестве основного оппонента российской авиации тут не будет, но вы можете делиться в комментариях своими соображениями на этот счет. Будет весьма интересно мы их почитаем. Итак, с предисловием я закончил, а сейчас традиционно не будем долго прогревать двигатели. Поехали! Начнем с того, друзья, зачем Украине F-16 и почему именно он. На момент 1992 года, то есть распада Советского Союза и образования независимого государства Украины, в состав ее истребительной авиации входило 8 полков, вооруженных истребителями МиГ-23 в количестве 80 единиц, МиГ-29 – 216 машин и Су-27 около 40 единиц. Дополнительно в войсках ПВО страны находилось 7 полков истребителей-перехватчиков – Су-15ТМ, МиГ-25 ПДС и МиГ-23 МЛД, то есть наиболее совершенные версии этих машин. Также в авиационных центрах базировалось около 240 истребителей МиГ-21, то есть по самым грубым оценкам Украина обладала парком в 900 истребителей различного типа, из которых 250 новейших истребителей четвертого поколения. И это только истребители, друзья, я молчу об ударной, стратегической, разведывательной и военно-транспортной авиации. По сути, на тот период сравниться с украинскими ВВС на планете Земля мог весьма и весьма ограниченный круг топовых стран. Нашли годы мудрого планирования и реструктуризации военно-воздушных сил страны, и спустя ровно 30 лет в 2022 году, по данным международного ресурса Flight Global, украинские ВВС обладали истребительным парком всего 83 машины. В составе этого авиапарка находилось 43 истребителя МиГ-29 и 26 истребителей Су-27. Дополнительно в учебных частях базировалось 6 Су-27УБ и 8 МиГ-29УБ. Подчеркну, в случае с МиГ-29УБ эти машины не оснащаются РЛС и могут применять только ракеты ближнего воздушного боя с инфракрасным наведением. То есть на момент начала боевых действий ВВС Украины могли выставить в небо только 75 полноценных истребителей. И я молчу о том, что 100% летной готовности достичь невозможно, и реально летающих машин было меньше. Не считая косметических модернизаций ограниченного парка истребителей, подавляющее большинство машин оставалось в той же боевой кондиции, в которой они поступали на вооружение ВВС Украинской ССР более 30 лет назад. С момента начала интенсивных воздушных боев истребительная авиация начала шальными темпами вырабатывать свой и без того достаточно исчерпанный летный ресурс. Подпитка дополнительными истребителями МиГ-29, стоявших на вооружении восточноевропейских стран НАТО, не исправляла ситуацию, так как поставляемые машины также находились на излете своей летной карьеры. Ситуацию усугубляли и неизбежные потери. Всего, по данным международного издания ОРИКС, ВВС Украины потеряли 35 истребителей, то есть приблизительно 50% от своего начального авиапарка. Дополнительным негативным фактором является ограниченное количество запасных частей ввиду очевидных проблем с их поставками страны-производителя. Все вышеуказанные факторы ввергли украинские ВВС в весьма затруднительное положение, чем подтолкнули к активным поискам пополнение своего авиапарка извне. Естественно, в качестве альтернативы быстро исчезающему флоту постсоветских машин прежде всего рассматривается существующий авиапарк и авиапроизводители стран НАТО, как основного военно-политического союзника Украины в текущем конфликте. Ограниченность во времени, в свою очередь, смещает фокус внимания военно-политического руководства Украины и ее союзников от производства новых машин к поставкам уже произведенных экземпляров. В краткосрочной перспективе это должна была быть относительно недорогая, достаточно современная массовая машина с налаженным производством запасных частей и обширным количеством стран-эксплуатантов. Это позволяет не только обеспечить хорошую логистику, но и быстро обучить большое количество летного и наземного состава. В сложившейся ситуации выбор не мог пасть ни на один другой самолет, кроме как F-16, являющегося на сегодняшний день рекордсменом среди всех произведенных истребителей четвертого поколения в мире и активно эксплуатирующимся в более чем двух десятках стран, включая США и Евросоюз. F-16 и по сей день находятся на производственной линии, выпускающей не только новые версии, но и так называемые модернизационные кит-наборы. Но, друзья, поставка истребителей F-16 в состав ВВС Украины, а также подготовка наземного персонала и летчиков не проходили безоблачно. Несмотря на то, что сейчас в мире существует достаточно большое количество истребителей F-16 CD, то есть относительно свежих машин, а также уже американские машины версии CD стоят на хранении на базах АМАРК, то есть это большие поля с кучей-кучей самолетов, может вы видели видео, такие видеонарезки с такими самолетами. То есть, несмотря на это, решение о поставке американских истребителей F-16 в состав ВВС Украины до сих пор не последовало. 17 августа 2023 года США, как страна-разработчик F-16, одобрило намерение Дании и Нидерландов поставить снимаемые с вооружения собственных ВВС истребители Украине. Тем самым эти две страны станут первыми официальными поставщиками боевых самолетов в составе истребительной коалиции Украины. Объединение 11 стран, обеспечивающих финансовую и материальную составляющую по программе поддержания и перевооружения истребительного парка ВВС Украины. В дальнейшем к клубу будущих поставщиков F-16 присоединились Норвегия и Бельгия. На данный момент известно о твердом намерении поставить 19 машин из ВВС Дании и 42 машины из ВВС Нидерландов в состав военно-воздушных сил Украины. Все это должно произойти в первую половину 2024 года. В части норвежских и бельгийских машин высказаны намерения, но количество самолетов и время их поставки по сей день неизвестны. Что же точно передают европейские партнеры Украины? Еще немного истории, друзья. Четыре вышеуказанных европейских страны – Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия – входили в консорциум европейских стран EPG и проявляли активный интерес к истребителю F-16 еще в далеких 70-х годах, когда он только-только проходил заводские испытания в рамках программы LWF. Подробную историю создания F-16 вы можете ознакомиться по ссылке выше. Собственно, эта четверка страны стала его первым эксплуатантом после ВВС США, разместив заказ на 348 истребителей в 1975 году. В дальнейшем, в 1977-78 годах, были запущены два завода в Нидерландах и Бельгии для самостоятельной сборки F-16 на территории Европы. Соответственно, все первоначально заказанные самолеты, а также дополнительные борта были произведены в периоды с 1977 по 1992 года. Причем основная масса истребителей для Норвегии и Дании произведена до начала 1985 года, ввиду относительно небольшого заказа для этих стран. Дольше всего в производстве находились голландские и бельгийские машины, ввиду расширениях изначального опциона до 213 и 180 единиц соответственно. Все произведенные в этих странах машины относились к первой версии истребителя F-16A и B, то есть A одноместная, B двухместная. И именно об этих машинах идет речь, когда говорят о замене украинских МиГ-29 и Су-27. Интересным фактором, друзья, является и то, что на самом деле корректно говорить замена новых истребителей МиГ-29 и Су-27 на старые истребители F-16. Почему так? Все просто. Истребители МиГ-29 версии 9-13, то есть так называемые горбуны, которые составляют основу сейчас ВВС Украины, начали поступать на вооружение в Советском Союзе в 1986 году. В свою очередь F-16 версии A-B поступали на вооружение европейских стран гораздо раньше. Итак, для расследования посмотрим несколько фотографий. 20 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении высокопоставленных лиц Нидерландов и Дании ознакомился с истребителями F-16, которые впоследствии должны быть переданы в состав Военно-Воздушных сил Украины. На датской авиабазе Скрайтс Труп было представлено несколько датских и голландских машин. В одной из них президенту Украины и премьер-министру Дании удалось посидеть. С нее, пожалуй, и начнем. Как вы догадались, друзья, это двухместный борт F-16B. Отчетливо виден его серийный номер 860-199. Путем несложных манипуляций определяем, что при рождении это был F-16 Блок-15, поставленный 29 апреля 1988 года в состав 723-й эскадрильи Королевских ВВС Дании. Вторая машина запечатлена на общем фото, и это уже одноместный F-16A ВВС Нидерландов. По хвостовому номеру легко определяем, что это также F-16A Блок-15, произведенный 30 сентября 1983 года и принятый в том же году на вооружение 311 эскадрильи Орлы Королевских ВВС Нидерландов. Как вы понимаете, осенью 2023 года эта машина отметила свое 40-летие. На первый взгляд все это звучит достаточно печально для ВВС Украины, но давайте изучим вопрос подробнее. И начнем мы с железа. Суммарно на европейских заводах произведено довольно внушительное количество F-16 в количестве 537 единиц. Однако не все из этих машин до сих пор в строю и в наличии. В рамках продления жизненного цикла и боевой актуальности своего истребительного флота европейскими странами совместно с США была разработана соответствующая программа Midlife Update или укороченная MLU. Всего для модернизации были отобраны наиболее свежие из ранее произведенных F-16A Блок-10 и Блок-15. Суммарно 223 истребителя для четырех европейских стран. Весь флот модернизировать не стали, ввиду исчезновения потенциальной угрозы в виде Советского Союза и общей тенденции на разоружение и экономию средств. Как вы уже догадались, поставлять ВВС Украины будут именно модернизированы F-16 MLU, так как другие самолеты в Европе уже просто не летают. Исторически перед апгрейдом MLU все отобранные истребители прошли программу по ремонту их планеров Pacers League, целью которой также было доведение послеремонтного срока эксплуатации самолетов до 5000 часов. Однако не стоит забывать, что изначально планер F-16A Блок-10 и Блок-15 способен таскать истребитель с максимально допустимой массой в 17 тонн. Однако длительная эксплуатация возможна только при нагрузке в 16 тонн. Все, что будет выше этой величины, может сократить жизнь самолета на 25%. То есть 5000 часов могут легко превратиться в 3750 часов. Войска обновленные истребители начали поступать в 1996 году под обозначением F-16 MLU. В качестве альтернативного наименования для одноместных версий могут использовать обозначение F-16 AM, а для двухместных F-16 BM соответственно. В основной модернизационный объем вошли замена двигателей Pride & Whitney F-100 PW-200 на его следующую версию – Pride & Whitney F-100 PW-220. Новый двигатель обладает несколько сниженной максимальной тягой, но гораздо более высокой динамикой и надежностью. Для возможности подвески дополнительных прицельно-навигационных блоков по бокам от воздухозаборника его конструкция была усилена, а фонарь с носовой стойки шасси перенесли на створку их закрывающую. Это также обеспечивало больше места для установки нового оборудования. Примечательным фактором является применение обычного воздухозаборника у версии MLU, выполненных на основе блок-10 для датских ВВС, ввиду отсутствия усилений в зоне носового шасси. Эти машины не способны нести прицельные контейнеры, а также не способны применять ракеты АМ-120. Всего таких бортов 7. Все они задействованы сугубо в учебных миссиях, а также миссиях быстрого реагирования Quick Reaction Alert, а не же QRA, для оперативного перехвата нарушителей госграницы. Применение таких бортов в рамках международных, то есть настоящих боевых операций ограничено. Второй особенностью датских машин является изначальный отказ модернизировать их двигатели до 220-й версии. Это было сделано в надежде сэкономить средства и обновить истребительный флот страны до того, как двигатели их F-16 окончательно выработают свой ресурс. Но различные задержки вынудили датчан в 2013 году потратить деньги и закупить 50 бывших в эксплуатации двигателей Протент-Витни F-100 и W-220E. Это было сделано с целью дотянуть эксплуатационный срок службы истребителя до 2024 года, вплоть до поступления в строевые части новейших F-35. Напомню, что в первых партиях на поставку Украине числится как раз 19 датских F-16. Примечательным фактором для датских и норвежских машин является наличие так называемого прожектора на левом борту. Такой же прожектор имели истребители для ПВО Канады и США F-16 ADF. Прожектор применяется в основном для ночного опознавания и идентификации нарушителей госграницы. В основном это какие-то частные либо транспортные самолеты, к которым параллельно подлетал F-16 и подсвечивал их борт. О применении данного прожектора в борьбе, к примеру, с крылатыми ракетами не может быть и речи. Представьте такую глупость, F-16 выравнивается с ракетой, подсвечивает ее, они оба летят как новогодняя елка, и F-16 убеждается, да, это крылатая ракета, и мне надо ее сбить. Возвращаясь к конструктивным изменениям в комплекте модернизации МЛЮ, важно уделить внимание кокпиту этих машин. Кабина истребителя существенно обновилась, собственно, как и его внутренняя электронная начинка. В целом доводимая до стандарта F-16 CD блок 50. На обновленном рабочем месте пилот мог оперировать двумя многофункциональными жидкокристаллическими дисплеями, а также широкоугольным индикатором на лобовом стекле. Дополнительно кабина адаптировалась под использование очков ночного видения. Из внешних атрибутов можно выделить антенны комплекса свой-чужой, IPX-113, внешне представляющие собой так называемые «ножи» перед кабиной пилота. Для навигации машины оснастили GPS-приемниками, а также цифровой системой определения местности DTS, а также Digital Terrain System, помогающей пилоту в полете на низких высотах путем вывода соответствующей информации на индикатор на лобовом стекле. Но основой МЛЮ все же является его радиолокационная станция. Стандартные версии F-16 AB обладали существенными ограничениями в воздушном бою и могли применять только ракеты с ик-наведением AM-9 Sidewindor плюс встроенную 20-мм авиапушку, то есть использоваться только в ближнем маневренном воздушном бою. Усовершенствование базовой RLS APG-66 до уровня APG-66V-2A путем внедрения в конструкцию новых антенных компонентов, датчиков сигнала и модульного компьютера MMC позволило расширить номенклатуру применяемого вооружения класса воздух-воздух до ракет средней дальности АМ-7 Sparrow с полуактивной ГСН и ракет средней дальности АМ-120 АМРА с активной РЛГСН. То есть RLS обрела способность к подсветке цели. В режиме Track While Scan F-16 MLU способен сопровождать 10 целей и обстреливать 6 из них при использовании ракеты АМ-120 АМРА. Также в режиме TWS при одновременном сопровождении 10 целей есть возможность постоянной подсветки двух из них в режиме Situation Awareness Mode для максимальной эффективности использования ракет за пределами визуальной видимости. В опросах радиоэлектронной борьбы дальше всего ушли все те же F-16 MLU ВВС Дании. В ходе модернизации датские машины получили дополнительную проводку управления к подкрыльевым пилонам номер 3 и номер 7. Это позволило принять на борт станцию активного противодействия ракетным атакам ПИЦ – Pylon Integrated Dispenser Station. Станция способна в автоматическом режиме отслеживать угрозы от ракет с экрановедением, а также обнаруживать работу их двигателей. В ходе работы модуль постоянно обменивается данными со встроенной системой РЭП самолета и WMS и автоматически применяет контрмеры для спасения своей машины. К преимуществам ПИЦ можно отнести его универсальность и возможность подвески под данный модуль пилон обычного вооружения. Как вы успели заметить, друзья, F-16 MLU существенно модернизированная и более совершенная версия F-16 AB, то есть обладающая большими боевыми возможностями. Но внутри данного пакета MLU также существует градация – деление на модернизации. Эти модернизации называются лентами, то есть тейпы. Соответственно, TAPE-1 хуже, чем TAPE-2, а TAPE-2 хуже, чем TAPE-3. Давайте рассмотрим основные из них. M1 TAPE. Внедренная в 1996 году первая лента модернизации включала в себя все основные составляющие Midlife Upgrade. Новую RLS, комбинированную инерциально-спутниковую навигационную систему, новый процессор обработки данных, систему опознавания свой-чужой IFF, систему определения местности для полетов на низких высотах DTS и два цветных многофункциональных дисплея в кабине пилота. Все это внедрялось в так называемых подлентах FTT-1, 2 и 3. Четвертая подлента FTT-4 называлась CleanUp и служила корректирующей для исправления мелких проблем и недочетов предыдущих подлент. Лента M2 TAPE стартовала в 2000 году. В ленту вошли цифровая система передачи данных от цели между наземными силами истребителем ATHS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, а также интегрировались системы целеуказания и улучшалась система DTS. В 2003 году в войска поступила лента M3. В M3 M16MLU оснастили систему обмена данными Link-16, позволяющую истребителю обмениваться потоком данных с самолетами DRLO и 3-Centry, а также с различными системами ПВО, также оснащенных Link-16. Как пример это могут быть ZERCA, Patriot, либо NOSAMS. В целом все виды боевой техники, оснащаемые данным узлом передачи данных, могут общаться друг с другом, образуя так называемое сатоцентрическое поле боя. В армиях НАТО Link-16 оснащается практически все виды истребителей и бомбардировщиков, а также системы ПВО, вертолеты и боевые корабли. Но не общением единым, пакет M3 расширял номенклатуру вооружения истребителя бомбами со спутниковым наведением GDM, а также внедрял на шлемную систему целеуказания и очки ночного видения пилота. Не откладывая в долгий ящик, в 2005 году на вооружение приняли ленту M4. Она состояла из трех основных подлент. В подленте M4-1 F16 MLU вооружили новыми ракетами ближнего воздушного боя AM9X и ARIS-T, обладающих улучшенными характеристиками дальности полета, маневренности и помехоустойчивости. Также новые ракеты существенно расширили углы их пуска, облегчая тем самым пилоту введение ближнего воздушного боя и порой нивелируя маневренные характеристики истребителя. Пополнился и арсенал вооружения для атаки наземных целей. Самолет получил возможность применять второе поколение лазерных управляемых авиабомб серии PVAGBU-12. В дополнение к лазеру данный тип бомб получил второй канал, уже спутникового наведения. Для успешного применения новых типов вооружения истребитель мог применять новый прицельный контейнер-снайпер, подвешимый на один из пилонных под воздухозаборником. Под лентой М4-2 позволила нести еще один прицельный подвесной модуль – HTS, он же Harm Targeting System. Блок HTS представляет собой автономную станцию обнаружения излучения РЛС противовоздушной обороны и способна программировать ракеты AGM-88 Harm к полету в режиме известной дальности до цели. Этот режим существенно экономит их энергию и улучшает эффективность. Для сравнения, на данный момент истребители МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины выполняют запуски противорадиолокационных ракет Harm в режиме автономного поиска цели после выхода ракеты в предположительный квадрат нахождения ПВО. На это уходит много энергии и самостоятельный захват цели головкой самонаведения ракеты также не гарантирован. Под лентой М4-3 традиционно, как и все завершающие под ленты, стала зачисткой предыдущих лент от ошибок. В 2008 году голландские машины получили завершающую для себя ленту М5. Напоминаю, эти машины и будут составлять основу парка, передаваемых Украине F-16 MLU. В боевой ленте истребители получили обширную модернизацию систем навигации, функционала ЛИНК-16 и обзавелись новой радиостанцией ARC-210. В состав вооружения вошла новая крылатая бомба IGM-154. В отличие от стандартных бомб GDM, которые используют небольшие управляемые поверхности для корректировки своего фактического падения на цель, бомба IGM-154 к цели летит и в зависимости от высоты сброса может пролететь до 130 км. В качестве системы наведения используются комбинации инерциальных и спутниковых систем. В версии C бомбы получили дополнительный инфракрасный канал распознавания цели. В своей основе данные бомбы применяются для поражения легкобронированных целей и систем ПВО путем их атаки с 145-ю суббоеприпасами, которыми, собственно, бомба и напичкана. Также существуют противотанковые версии, оснащенные 24-мя управляемыми боеприпасами каждая, либо бронебойные для поражения хорошо защищенных стационарных объектов. В отличие от голландских машин, истребители королевских ВВС Дани решили модернизировать глубже. В 2011 году эти машины начали получать комплекты М6.1 и М6.2. Комплект М6.1 включал в себя улучшенную систему опознавания свой-чужой, АФФ, а также модернизированную ракету средней дальности АМ-120Д «Абраам» с увеличенной до 160 км дальностью пуска. В состав вооружения для атаки наземных целей вошли управляемые бомбы серии СДБ Small Diameter Bomb, либо GBU-39. Эти легкие 110-килограммовые боеприпасы представляют собой планирующие авиабомбы с комбинированным спутниково-лазерным наведением. Их основным преимуществом перед обычными боеприпасами является их низкая масса. На специальные многозамковые держатели на двух пилонах можно разместить до 8 таких бомб. Относительно слабая мощность заряда бомбы нивелируется ее точностью. Второй новинкой стала модернизированная бомба GDM – GBU-54. Комплект модернизации включал оснащение стандартной бомбы со спутниковым наведением к головной частью с лазерным каналом, после чего боеприпас стал обозначаться LGDM. В подленте M6.2 F-16 оснастили новые системы передотвращения столкновения с землей, до этого успешно интегрированные на шведском JAS-39 Gripen. Заключительной лентой для датчан и в целом для европейских F-16 MLU стал комплект M6.5. Он же часто обозначается как M7. По сути, это продолжение подкомплектов 6.1 и 6.2. Дополнившие истребители рядом с системой, интегрировав в его состав крылатую ракету AGM-158 с дальностью пуска до 1000 км. Но апогеем для всех версий MLU является комплект M7.2, меняющий основное электронное сердце истребителя – его RLS. Взамен ветерану APG-66 устанавливается новая RLS с активной фазированной антенной решеткой – APG-83. Такой апгрейд кардинально расширяет возможности истребителя по обнаружению и сопровождению всех типов воздушных, наземных и морских целей. Ввиду значительной стоимости модернизации и замене парка F-16 на более совершенный F-35, страны Евросоюза не посчитали целесообразным тратить на это средство. Одним из текущих заказчиков таких кардинальных улучшений является ВВС Тайваня. Ходят слухи, что Украина также вела либо ведет переговоры по дооснащению поставляемых ей F-16 MLU новым радаром APG-83. Но результаты этих переговоров пока остаются неизвестными. На этом с обзором основных лент для F-16 MLU можно заканчивать. В целом ленты модернизации, особенно их крайние варианты, весьма впечатляют. Но не забываем, что флот F-16 MLU четырех европейских стран – Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии – не нацелен на стопроцентную передачу в состав ВВС Украины. То есть полного опциона в 223 машины просто не существует. Истребители активно продавались и продаются различным странам. Голландцы имеют контракты с Чили, норвежцы с Румынией, Бельгия передавала свои самолеты в Иорданию и так далее. Говоря конкретно о слабостях F-16 MLU в составе ВВС Украины, к ним можно отнести отсутствие специализированных топливозаправщиков с телескопическими заправочными штангами. Заправляться методом шланг-конус от других истребителей F-16 не способен. Это больше присуще палубным машинам, таким как F-18, либо истребителям МиГ-29 и Су-27. Все это вынудит применять F-16 исключительно с подвесными топливными баками, вычитающим порядка трех тонн потенциальной полезной боевой нагрузки. Помимо боевой нагрузки истребитель лишается двух точек подвески и снижает свои маневренные характеристики. Также подвесные баки несколько ухудшают ТПР самолета, чем делают его заметнее для РЛС. Вторым негативным фактором является большой возраст истребителя. Многим машинам около 40 и более лет. Состояние их планеров и остаточный ресурс под большим вопросом. С учетом широкого спектра будущих задач, а также высоких перегрузок, которые ждут истребитель в сложных воздушных боях, это может резко увеличить аварийность F-16 в истребительных частях, со всеми вытекающими из этого последствиями. Третьим фактором слабости является отсутствие в составе ВВС Украины самолетов дальнего радиолокационного наблюдения. То есть придется пользоваться услугами авиации сил НАТО, которые в любой момент могут передумать предоставлять те самые услуги. В настоящее время самолеты ДРЛО НАТО И-3 Сентри, курсирующие вдоль западных границ, в основном обеспечивают мониторинг центральной и северной частей Украины, а также в бассейне Черного моря. Но чем восточнее, тем этот эффект слабее ввиду естественного географического удаления. Ну и главный фактор слабости – это объем военно-технической помощи и типы поставляемого вооружения для этого истребителя. Получая в состав своих вооруженных сил абсолютно незнакомую машину из кардинально другой школы авиастроения, военно-воздушные силы Украины плотно садятся на практически стопроцентную зависимость от пожеланий западных партнеров, которые поставками практически любых частей вооружения для этого самолета могут регулировать его эффективность. В общем, друзья, как я уже говорил в предыдущих выпусках, современный истребитель – это часть сложной и многогранной системы, в которую он должен органично вписаться, и только в ней он может реализовать свой боевой потенциал. Подводя итог, смею предположить, что легкой прогулки для F-16 МЛЮ явно не намечается, ведь в будущих сражениях ему впервые предстоит примерить роль истребителя армии выживания, а не армии доминирования. Префронтовое небо сейчас, безусловно, принадлежит российской авиации. Сможет ли F-16 реализовать себя в таких условиях, покажет только время. Возможно, пока готовится этот выпуск, часть машин уже поступила в украинские части, и авиационный мир в скором времени узнает все ответы на интересующие его вопросы. А на сегодня, друзья, у меня все. Я рад был вас видеть в этом выпуске, надеюсь, он был полезным для вас. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, все почитаю, все интересно. Рад был вас сегодня видеть, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова